МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите в выпуске. Объединил и обучил площадкой первого молодежного форума Медиа-Актив стал Преамурский государственный университет имени Шалом Алейхима. Почетная обязанность гражданина России. Очередная группа призывников из ЯО отправилась для прохождения срочной службы в частях Восточного военного округа. Пришли по следам. Учащиеся Биробиджанского лицея номер 23 посетили с экскурсией экспертно-криминалистический центр. Площадкой первого молодежного форума Медиа-Актив стал Преамурский государственный университет имени Шалом Алейхима. Мероприятие реализуется в рамках программы развития университета. Приоритет 2030 Дальний Восток. В университете проходит одно из молодежных событий, серии молодежных событий, которые охватывают единую идею, единую концепцию, концепцию формирования региональной гражданской идентичности молодежи. Сегодня в актуальных условиях, в условиях серьезных национальных вызовов, это очень важная задача. Спикерами форума выступили действующие военкоры, известные российские журналисты, общественные деятели, преподаватели. Главными темами обсуждений стали формирование гражданского самосознания и информационная повестка. Не обошли стороной и саму профессию корреспондента. Модераторы образовательных модулей сделали акцент на военной журналистике, поделились ценным опытом и рассказали о тонкостях профессии. Сегодня здесь мы с ребятами переговорили о профессии военного корреспондента. Я постарался донести до них те основные моменты, которые присутствуют в работе военного журналиста, чем мы отличаемся от гражданских журналистов и, может быть, чем-то презентовать эту профессию, потому что профессия достаточно новая. Участниками молодежного форума «Медиаактив» стали студенты высших учебных заведений Читы, Улан-Удэ, Благовеченска, Хабаровска. Студенты образовательных учреждений области. Самыми молодыми участниками стали школьники, для которых форум стал ярким событием. Я много узнал о том, как происходит журналистика на войне, не только на войне, а в конфликтных ситуациях, как это все происходит. Ощутил на себе, каково носить военную форму. Это очень тяжело, но мне понравилось. Это для меня вообще новая профессия. Впервые я ее услышал, узнал много нового интересного о ней. Даже я задумываюсь о том, чтобы пойти на эту профессию. Применить на практике, полученные на форуме знания, участникам придется уже в ближайшее время. Ведь большинство из них являются активными медийщиками в своих образовательных учреждениях. Так Дмитрий Будоцеренов выделил для себя главное. У нас была лекция с Климаковским, который был советником ДНР. Также он рассказал много о СМИ, о гражданской позиции и обстановках. И на данный момент, сейчас только что прошла вторая лекция у Орлыгова. И он рассказал про медиа, анализ и как лучше развивать. Участники высоко оценили уровень организации и результаты двухдневного медийного актива. Программа «Приоритет 2030. Дальний Восток» позволяет задействовать в мероприятиях ведущих экспертов по самым различным направлениям. Создает новые возможности для развития практикоориентированных программ. Укрепляет межвузовское взаимодействие. Софья Геннатулина, Богдан Патрин, Новости 21. В Еврейской автономной области продолжается осенний призыв на военную службу. Накануне медицинскую комиссию прошли 17 призывников из Биробиджана и районов автономии. Всех осмотрели медицинские работники различного профиля. А затем члены призывной комиссии вынесли по каждому из них решение о категории годности к воинской службе. Те, кто прошел все этапы, явились в назначенное время на сборный пункт для последующей отправки в войска. В стране начался призыв с 1 октября по 31 декабря. И не исключение Еврейская автономная область тоже представляем. И с этой даты мы работаем с призывниками. Ребята все в Еврейской автономной области будут проходить военную службу в Восточном военном округе. За пределы Российской Федерации и на специальную военную операцию привлекаться не будут. На сборном пункте с призывниками провели инструктаж и выдали военную форму. А также положенный набор вещей, необходимых для прохождения службы. Банковские и сим-карты, принадлежности для личной гигиены. В текущем осеннем призыве это уже вторая отправка новобранцев в воинские части Восточного военного округа. Теперь им предстоит пройти курс молодого бойца, принять присягу и пополнить ряды военнослужащих армии России. Никита Натапов, Павел Славин, Новости 21. Биробиджанские школьники побывали на экскурсии в экспертно-криминалистическом центре УМВД России по ЯО. Гостями стали воспитанники детского клуба военно-патриотической направленности «Профессионал» 23-го лицея областного центра. Ребятам рассказали о том, для чего нужен центр и какую работу выполняют криминалисты. В рамках своей работы эксперты прибегают к более чем 20 видам экспертиз, среди которых баллистическое, трассологическое, автотехническое, ботаническое и другие. Исследование наркотических, психотропных и ядовитых веществ, а также вещественных доказательств, найденных на месте преступления, также входит в работу сотрудников центра. Гостей провели по лаборатории, показав оборудование, которое используется в работе. Показали содержимое экспертно-криминалистического чемоданчика, имеющегося в арсенале у каждого специалиста центра. Помимо образовательной, экскурсия носила и профориентационный характер. Школьников проинформировали о том, как поступить в соответствующие учебные заведения, какие экзамены для этого нужно сдавать и какие требования предъявляются к кандидатам. Андрей Кирюшин, Новости 21. Смотрите далее. Поделились опытом мастер-классы для учащихся детской музыкальной школы и студентов Биробиджанского колледжа культуры и искусств провели артисты государственного академического омского хора. Спасти семью и честное имя через жернова политических репрессий 30-х годов прошлого века пришлось пройти крепкой семье Бобровых. Мастер-классы для учащихся детской музыкальной школы и студентов Биробиджанского колледжа культуры и искусств провели артисты государственного академического омского хора. Обучиться новому и перенять знания стало главной задачей для ребят. А сами артисты поставили для себя цель не только научить новому учеников, но и оточить их уже имеющиеся знания. Важно это потому, что это своеобразная мотивация для будущих поколений. Те ребята, которые связывают свою жизнь с культурой, для них представляется наглядный пример уже специалистов, те, которые в этой области не первый год. То есть они показывают красоту, мощь, силу, удаль. И ребятам есть, имеется возможность поучиться, узнать и зарядиться этой энергией на предстоящую будущую работу. Тонкостям вокала обучила детей Галина Поддубная, главный хор-мейстер коллектива. А сложные трюковые элементы попробовали с учениками артист балета Евгения Вчаренко и главный балетмейстер Зуфар Толбеев. Девочки также долго и упорно учили новые элементы с Ириной Ивановой. Мастер-классы прошли в рамках гастроли государственного академического омского хора. В Биробиджане коллектив представил фильм-концерт-спектакль «Ермак. Легенда Сибири». Софья Геннатулина, Богдан Патрин, Новости 21. Исследователь истории казачества, общественный деятель Александр Бобров в программе «Народ хочет знать» на авторадио Биробиджан рассказал о событиях 30-х годов прошлого века, когда крепкая работящая семья попала под каток политических репрессий. Их случайной жертвой стал отец Александра Романовича. Страшные июньские события 1933 года положили начало мрачному 20-летию в истории семьи. Было возбуждено уголовное дело, которое называлось «Амурцы». Вот этот период описал работник ФСБ Журавлев, и он был опубликован в газете. Может быть, если вы читали, то вот под эту раздачу попал и наш отец. Значит, всего было арестовано 233 человека. История Александра Романовича делится на эпизоды следствия по, как выяснилось, в 1959 году сфабрикованному делу и жизни членов семьи арестованных, сорванных с места жительства и отправленных в ссылку. И хотя она оказалась недалекой, на новом месте не раз приходилось обживаться с нуля. А до этого в августе всех Бобровых, которые были, собрали и вывезли в этот оборский лифтном хвост. Поселили их там в бараке, в которой жили заключенные, когда строили жилетную дорогу. Никаких там условий. Ну вот в бараке, скажем, 40-50 семей. Ну вот даже ужас какой-то там. Сам Александр Романович признает, даже в семье нет однозначной оценки тех далеких событий. Но, по его словам, этот период в истории должен стать хорошим уроком для современного общества, прививкой от беззакония. Бобровы тогда потеряли несколько членов семьи, но сохранили свою преданность труду и традиционным устоям. Полная запись эфира размещена на портале reabir.ru Константин Земляникин, Кирилл Богаченко. Новости 21. Редактор субтитров А.Семкин